Добрый день, дорогие друзья! И сегодня мы продолжим говорить о доступах к информации. Только мы перейдем в другой формат беседы. В тот формат, который в дальнейшем, в дальнейшем будет наиболее полезен для вас. Почему? Это формат, когда после определенного образа информации, после определенной истории, еще чего-то, у вас возникает внутри зацеп, который будет вести к расширению, к размышлению, к осознаванию, к пониманию глубины процесса. Потому что если я продолжу в старом формате просто выдавать информацию, то она будет пролетать мимо, вы что-то услышите, что-то не услышите, что-то поймете, что-то вы перефразируете под свои программы и убеждения. И вот эта что-то переваренная пища, вот эта переваренная пища, она, как правило, не служит изменением человека. Не служит его движению вперед. И в дальнейшем любая переваренная пища будет отторгнута, будет сказано, что это все фигня, это все не работает, и это все нереально. Поэтому двигаться будем через свой собственный жизненный опыт, через свой собственный трансперсональный опыт, через собственное осознание, озарение и размышление. Я вам буду вкидывать моменты, делать акценты, на которых вы можете потом сесть и помедитировать. И это уже будет результат вашей работы, а не моей информации. Итак, в своих предыдущих роликах я много делала акценты в простом варианте, на простой лексике говорила о чем? О четырех важных вещах для того, чтобы подойти к экстрасенсорике. Это состояние торможения, это состояние внутреннее человека, это внимание, точка приложения внимания, и это позиция наблюдения. На каждый из пунктов есть варианты тренировок. Вы можете найти видео, отсмотреть те варианты, которые я уже давала, в более простом варианте, и для себя решить, будете вы заниматься или не будете. Но все, что мы будем делать с этого момента, дальше потребуется медитация и размышление, и углубление самостоятельное в каждую из тем. Сегодня мы будем говорить о состояниях, о внутренних состояниях человека. Насколько они важны и как с ними работать. Вот смотрите. Не просто так я сегодня взяла синтезатор. Перед нами гамма. Все ноты для Бога одинаково важны. А теперь вот возьмите этот синтезатор в своем воображении и наложите на свои чакры снизу доверху. Здесь у нас будут самые нижние ноты. Здесь у нас будут самые высокие ноты. И теперь сюда же, на этот синтезатор, наложите шкалу состояний Хокинса. Вы правильно заметите? В этой шкале вот есть где-то любовь, а верхняя часть отсутствует. Вместо верхней части просто дано указание, что там тоже есть ноты. Но они не определены в нашем обществе. Да как играть на всей клавиатуре, если у нас вот часть нот более-менее нашим обществом отыграна, идентифицирована и распознана, а вторая часть, причем начиная от любви и выше, вторая часть вообще отсутствует. Значит, наверное, надо каким-то образом поставить себе задачу для того, чтобы идентифицировать эти состояния и найти, мы их, если наложили на свое тело, значит, понятно, что есть отклики в теле, и найти чему, каким проявлениям они соответствуют в жизни, чтобы было понятно, о чем идет речь. Вот смотрите, возьмите там гнев, где-то внизу у нас находится, мы там в гневе, да? Вот это состояние имеет определенный отклик в теле, да? В верхних состояниях ему тоже будет какое-то соответствие, но, скорее всего, это будет уже не гнев, а наоборот, какое-то включение с выбросом энергетическим, но уже более высокочастотным. Возможно, это будет какое-то умиление, возможно, это будет какое-то непонимание, но с любовью и с благодарностью за то, что человек проявляется именно так. Возможно, возможно, возможно. Кстати, вот лексики на эту часть гаммы у нас нет, да? Мы ее можем придумать сами, а можем составлять из определенного количества слов. Из той лексики, которую вот мне удалось открыть, например, по состоянию, ну, смотрите, возьмем деньги. Деньги у нас, если брать наши деньги, откликаются в области пупка, в физическом теле. Если брать по состояниям, если вы сконцентрируетесь, скажете себе, вот как я чувствую деньги, как я чувствую бизнес, как я чувствую зарабатывание. И тут раз, и вы садитесь на пупок, да? И вот если это здесь, где-то тут, да, то в более верхних состояниях деньги уже не звучат как деньги, они звучат как мир изобилен. И мир изобилия у нас откликается тут целой полосой широкой. Не случайно, например, бизнесмены, когда подписывают удачную сделку, и они рады, что так у них часто бывает такое фырканье носом, или почесывание носа, или у них вдруг резко хочется держаться здесь за переносицу. Они подходят к миру изобилия, и наши физические реакции не продолжают включаться. Я привела только один пример, не буду углубляться, потому что на самом деле спектр вот этих состояний, он не идентифицирован сегодня официально. Вы не найдете в источниках литературы этой идентификации. Но если вы сможете это идентифицировать, проделать и хотя бы для себя, как это делаю я, то вы откроете для себя удивительный мир. Получается, если вы, например, думая о материальном благополучии, заходите в медитацию, или в запросы Бога, или в варианты моделирования реальности, когда вы пытаетесь быть сотворцом, мы же к этому шли, мы же информацию для чего брали? Для того, чтобы прочувствовать в себе вот этот элемент сотворца, для того, чтобы влиять, да, и проявляться. Если нормальным языком, играть, играть по полной, да, играть по полной в жизнь. Так вот, если мы хотим играть по полной в жизнь, значит, надо понимать, что мы можем зайти из низкочастотных состояний, там может не быть доступа к информации, там вероятности, риски и так далее, очень велики риск попадания. А если мы заходим из состояния мир изобилен и начинаем работать в этих состояниях, то мир изобилен, да, и это высокочастотное состояние, и у нас есть доступ к информации, да, и мы можем менять под свой запрос то, что нам надо. И вот ключевое вылазит тогда, а что же нам надо? И тут оказывается, понимаете, программой УМА мы стремимся к огромным домам, к миллионам, мы ставим целью там разные направления, есть вот школа Норбекова говорила, клуб миллионеров, вот входишь в этот клуб миллионеров и обязательно будешь зарабатывать миллионы. Я сколько работаю с тренерами, когда я приглашаю, очень часто приезжает тренер, который набрала кредитов, да, для того, чтобы показать, сколько у нее недвижимости, сколько у нее денег, какая она богата. А где изобилие? Где гармония? Здесь в данном случае идет подмена, нарушение, нарушение гармоничного состояния, принципов достаточности, ведь на самом деле человеку для того, чтобы жить в комфорте, да, надо определенная площадь, если он большой, ему нужна там 3-4 комнаты квартира, ну, может быть, кому-то большой коттедж, но потом возникают вопросы, как его убирать, как за ним смотреть и так далее. Это все требует дополнительных ресурсов, включения, выделения времени и так далее. А если вы полностью поглощены процессом творчества, то выделять время, это самое ценное, что у нас есть в жизни, на самом деле, выделять время на те вещи, которые вам неинтересны, на которые вы вынуждены делать и регулярно на них тратить свои ресурсы, вам становится проблематично. Тогда надо искать какую-то точку компромисса, где вам гармонично с одной стороны, либо вы это устроите, купите, либо у каждого будет свое решение, понимаете, и эти решения будут индивидуальны. И получается, что все сотворчество у нас идет в высокочастотных состояниях. Но вот, господа, как удержаться в высокочастотных состояниях, когда весь мир вокруг вас вдруг низкочастотный? Вот вы заходите в метро, там все страдают. Или вы приходите в магазин, ну еще когда вы заходите и там какую-то шутку ляпнете, то вокруг могут посмеяться, но потом это все равно притухает и приходит в какой-то естественный баланс. Когда вы смотрите там программы по телевидению, или слушаете радио, или видите интернет, там на основных порталах сообщения, то, что происходит, вы на какие частоты выходите в среднем по стране? Да, 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 ты хорошая. На какие частоты вы выходите в среднем по стране? Это совсем не выше любви. Это совсем не высокочастотное состояние. И опять мы имеем подмену, подмену на состояниях. И у нас есть привычки, и у нас есть вещи, которые в нас программы, которые обуславливают наше сваливание в определенное низкочастотное состояние, которые, в принципе, спиралевидно просто отражаются. Вот пример с деньгами. Деньги, изобилие, но это же совсем разное состояние. И нам легче свалиться на животик, нежели подняться в эти высокочастотные состояния. А когда я говорю про отклики в теле, я думаю, что половину слушателей, которые слушают, вообще не понимают, о чем я говорю. Потому что они вообще не занимались этими откликами и не пытались услышать мир через свое тело, почувствовать через свои ощущения и прожить через свои чувства. Почему? Потому что мы этот мир заведомо вынесли в объективное восприятие, потому что он существует вне нас. Мы приходим в него голые и уходим из него голые. Мы приходим к нашим концепциям, у нас есть система ценностей и убеждений, которая заставляет нас так воспринимать мир. Но у нас нету концептуальных убеждений, которые говорят, что загляни, зайди с обратной стороны, зайди через себя. А когда мы заходим через себя, то тогда получается, что как можно менять мир, менять вот это зеркальное отражение, не изменив себя. Фу, мы пришли обратно вовнутрь. Мы пришли к старым, о чем говорили словами, но мы это не осознавали. Когда мы говорим, что вот я подхожу к зеркалу, смотрюсь и, например, я считаю, что я набрала лишние килограммы, что я делаю? Я перестаю жрать и иду в тренажерку, ну, самое простое, или в бассейн, или еду в путешествие, где гарантированно эти килограммы улетают, да? Но я же это проделываю с собой. Я же не пытаюсь замазать зеркало и убрать эти лишние килограммы. Почему-то с физическим телом мы еще вот эти вещи принимаем. Вот, наверное, единственное, все, что мы можем сочетать с физическим телом, мы еще кое-как соединяем с внешним миром и где-то находим какие-то точки компромисса. А когда мы говорим о том, что, дорогой, вот эта вот реальность, если ты углубишься, вот эта реальность, есть отражение твоих, твоих программ, твоего программного обеспечения. Это в твоей башке строится вот эта реальность, это ты ее нарисовал. Человек говорит, нет, неправда, это все не так. В таком случае получается, для того, чтобы изменить пьющего мужа, надо сперва изменить себя. Потому что я же притянула пьющего мужа. Или для того, чтобы изменить плохую свекровь, да, или тещу, надо изменить себя. Но ведь она плохая. Точка переноса ответственности куда пошла? А зачем она туда пошла? А кому выгодно, чтобы она туда пошла? И какая выгода у нас от этого? Хорошо, выгоду мы нашли, вроде бы осознали, вроде бы да, 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 есть у меня такие косяки. А свекровь не меняется? Все еще не меняется. Что происходит? Дело в том, что для того, чтобы мир начал меняться, надо менять себя действительно очень глубоко. Надо действительно убирать очень много программ. Очень много программ. Большинство из них мы не распознаем. Они идут на инстинктивном уровне. Они заложены в нас генетически. И доходить до этих уровней осознания можно. Можно и нужно. Но для этого, понимаете, тогда изменится вся концепция. Все концепции по восприятию мира. Тогда полетят все кирпичи. Каждый раз, когда вы будете видеть там, ой, вас стукнула машина, вроде бы вы не виноваты в ДТП, а зачем вам это ДТП? А какую вторичную выгоду нам принесло? А вообще, откуда прилетело? Давайте найдем причинно-следственную связь. И мы вдруг начинаем входить в пространство причинно-следственных связей. Назовите это кармой. Но причинно-следственная связь, возвращаемся к старым материалам, я уже это говорила, причинно-следственная связь когда формируется? Когда человек выбирает неосознанно. Если выбор человека осознан, если выбор идет из глубины его чистого восприятия, его как чистого сознания, его как чистой энергии, то причинно-следственная связь не образуется, потому что это осознанный выбор. Это право, дарованное нам Богом по закону свободы выбора. Это единственный закон, который работает во Вселенной реально. Все остальные, он образующий другие законы. Это основа. Это один пункт, который вообще послужил созданием этой игры. Все остальные законы, включая закон кармы, причинно-следственная связь, сеются в нашем подсознании зернами, которые в дальнейшем будут прорастать, если мы выбор делаем неосознанно. Богу все равно надо продолжать снимать этот фильм. И этот сценарий у нас есть, уже написан еще до прихода в эту жизнь. И просто валит по этому сценарию, если вы не осознаете. И тогда в этом сценарии, если в ваших концепциях и убеждениях надо страдать, вы будете страдать. Если там надо радоваться, вы будете радоваться и так далее. Но это, это уже прописанный сценарий. И тогда получается круг сансары, из которого вырваться невозможно, о котором говорили великие учителя. Но для того, чтобы вырваться, что надо. И мы снова идем к программам, и мы снова идем к концепциям. И давайте зайдем теперь с другой стороны. Каждый из моментов вот этого ролика имеет смысл в дальнейшем посидеть, помедитировать, подумать. Я говорю, блок на обдумывание. Я не вкидываю информацию, которую вы потом перефразируете. Здесь нет той информации, которую можно перефразировать. Она идет в потоке для того, чтобы ее осознавать. И если вы хотите ее осознавать, значит, вы ее будете осознавать. Не хотите, не будете осознавать. Давайте с другой стороны зайдем. Сейчас есть какие-то программные обеспечения каждого в голове. Какие-то концепции, какие-то убеждения, какая-то система ценностей. Почему не придумать систему ценностей, другую, другую концепцию, другое верование и себе вложить в голову и типа принять его. И в этой концепции ваши возможности безграничны, ваша психика просто великолепна, и вы ею можете рулить и так далее. Они работают. Потому что любая чужеродная вещь, которая не основана просто от ума взятая, не основанная, не вписанная в информационное поле, не согласованная с Богом и с политикой игры, и с вашим, самое главное, это все проходит через вашу призму восприятия, через два механизма. Через механизм веры, через механизм знания. И если вот эти механизмы не включились и не задействованы, то концепция не приживется. И тогда это будет тоже чужеродный вброс информации, который улетит. Для того, чтобы он не улетел как чужеродный вброс информации, он должен быть согласован с механизмом веры, с механизмом знания. А это значит, трансформация человека должна произойти на достаточно глубинном уровне, на уровне рептильного мозга. На сегодня останавливаюсь, медитирую. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok